Я же не зарубежная церковь проповедую это. Еще ради буду говорить-то. Какой-то там человек крещит. Пусть он крещит, он другое не знает как. Поэтому, ну вот я так буду разговаривать. Что Красные Евангелия кончились, своих больше вы не издали, а мы не можем. Поэтому взяли то, что есть. Пусть хлеб даже в другой упаковке будет. Ну там, бывает, мешки получали канаду выпустил, но мы же питаемся, берем. Это упаковка. А какая упаковка? А вы читали на той стороне, что вообще написано? Да, я смотрел всю ее. Ну и что? Лига карманного Евангелия. Говорит, кто желает иметь это Евангелие, пожалуйста, подтвердите, что вы верующий человек, и мы вам пришлем пачку 100 экземпляров. Это не православное протестантское издание. Может какие-то сектанты. Но они-то не при чем тут название. Они теперь законы издают, что не православное издание. Мы, говорят, проверять не будем. Они, говорят, подпишутся, а там что попало? До некоторой степени тоже правильно. Мы отвечаем за написанное здесь. Мы отвечаем. Плохого там нет. Можно еще легче сделать. Вот если какие-то там листочки не нравятся, впереди о покаянии написано. Это понятно. А сзади, допустим, там два листочка, а Лига пишет о себе, когда образовалось и так далее. Взять просто, обрезать и все. Там отличные эти. Это нужно знать. И готово. Нужно знать. Я за то, чтобы люди знали. Я тоже. Ты что-то понял, что я против, что ли, говорю? Вы сказали, вообще не надо распространять. Я говорю, мы в данном случае в этой обстановке не правы были. Не, ну, дело все в том, что как бы вы все что-то опережаете. Вообще про Евангелие нам там никто слова не сказал. А, один, который вытолкал Сергия, такой здоровый, я шел ему и говорю, а он идет, запыхался так, ну, толстый. Я говорю, что, православных тяжело выталкивать? Он такой на меня посмотрел. Я говорю, ты думаешь, победил? Еще, говорю, не все закончилось. Я говорю, еще на мытарство, он уже будет отвечать за это. Я говорю, а я-то сам спокойно иду. И он подходит ко мне. Посмотрел на тебя, скажет, такой же, Боров, скажет, такой же. Ну, я-то не совсем Боров, ладно, он-то действительно Боров. И такой посмотрел на меня, а он чуть пониже, ну, вот такой. Я говорю, что, со мной тяжелее будет справиться? Он такой, что, сам пойдешь? Я говорю, сам. И пошел на еду потихоньку, он рядом со мной, мы беседуем с ним. В общем, короче говоря, интересно было. А парнишка, второй страж, он вытолкал через ступеньки, там же высоко, много ступенек, штук 15. Это Сергия, прям вынесли вдвоем. А я-то вышел сам. Кого тебя? Сергия вынесли вдвоем они. Ну, Сергия, Сергия, а то Сергия, Сергия, это митропольская Сережа. Сережу, Сережу вытащи, вот так выкинули прям. Сергий, 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 это епископ. Ну, понятно все, ладно. Сергея, вот он Сергей, Пупкова. Пупкова. Вы выкинули прям вот так вот. Пупка тоже уже отрастил. Я не люблю, когда по фамилиям начинают называть. Просто единственное, что так как вас знают, как Игнатия Тихоновича, лапкин. Вот так, маленько, боков руки убери, ты не наклоняйся. Вот видишь, что пузырь-то не был. А у вас ремень маленько наклонный вперед, и брюхо поддерживает. Ребята, кончайте. Ну-ка, у нас один в армии был, интересно. Вот такое пузо сделает, потом втянет, прибавит. Позвоночник, кажется, можно прощупать. Такой был парень, интересно, вздохнет, ни живота нет, и прям кожа к коже прилипает. А когда вышли уже, ну, оттуда, из этой ярмарки, то вот этот маленький такой стоит страж. И Сережа с ним что-то беседует. Я тоже подхватил, начинаю рассказывать, думаю, он проповедует этого парня уже. Ну, остановился, все, проповедует, все. Он такой скромный такой, ребята, ну, вы вот туда на крыльцо выйдите, пожалуйста. Я такой, я говорю, так ты охранник, что ли? Ну, да. Я думаю, ну, вот такой православный еще, кроткий охранник пойдет. А тот уж чересчур, как запыхавшийся этот. Так, теперь давайте разберем, говорит, еще до конца. Ходить не надо было. Снимать сказали там, а они не правы, ну, сказали и убрал. Кончилось нехорошо. 20 с лишним тысяч тебе придется платить. 20 тысяч, как пополам делить или как будете? Давай сразу отдам. Я уже 18 тысяч 300 отдал. Держи. Что-то куда-то пошел. За деньгами пошел. Держи крепче, не урони. Новое, первый день записывай. Все, бабушка, садись давай. Ну, потеряевка звонила. Привет передают тебе. А кто? Нина, моя сестренка. Так. Поближе, Сережа. Поближе к Игнатиху, чтобы вдвоем вы были. Еще чуть ближе. Игнатих. Две. Я две. Тихо. Тихо. Я считаю деньги, тебя как заносит. А то скажи, отбор. Сережа, ближе еще, а то далековато. Ты еще не видишь, топчешь меня. Меня же может обсчитать. Ну, вот это ты еще. Дальше. Две. Три. Быстрее давай. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Восемнадцать. Восемнадцать, триста. Девятнадцать, двадцать шестосток. А? 2600 я вам дал. Не понял. 2600. 2600. Ты отдашь ему сам. Нет. Мы договорились с вами, что вы ему отдадите. Я уже отдал деньги-то свои. Это ваша проблема. Он говорит, Сережа ко мне приедет. Я не буду разъезжать. Я отдала ему остальные деньги. Ты дал мало, а он пошел в кредит класс. А у него не хватает. И я ему отдала 2700. Вот 2700 я и отдам. Мне 300 рублей дай еще. Так, сколько? 18? 18. 18 я отдал 300. 20, 2500, 2600. 2600. Там дальше разбирайся. На, 2600. А ты отдашь ему как можно быстрее. Мне 300 рублей еще. 700 еще давай мне 100 рублей. Ну все. Я 700 отдала. Я 2700 отдала. Я вам отдал 2600. Нет, там 300. А я 700 отдала ему. У меня 18 300 я отдавал. 300 рублей нет. И я 2700. Ну ладно тогда мое. Знаете, вот вам 300. Да, и сами разбирайте. Вот теперь все со мной. Что я ему отдал? Сколько вам еще должен? 100 рублей надо. 100 рублей. Еще 100. Да, я 2700 отдала. Вот теперь все. На этом конец. Разговор окончен. Ну тогда это получается сколько? 21 тысяча? Мы вернулись живые. Самое главное живые. И тем более просили, пожалуйста, вас вообще как это? Тут я не знаю. Вам надо было их угощать. Просто за такие ласку с вами обратились-то. И охранники такие. Да все дело было не в алтайских, а в московских. А не московские, как с цепи сорвавшиеся. Ну-ка возьми. Да, да, да. Так теперь я хочу спросить. Кто полицию-то вызывал? Сергей. Ты? Да. Теперь расскажи, как полиция пришла. Самый момент, как она появилась? Ну с улицы она появилась. Я когда вышел, увидел, что камера вот эта испорчена. Если бы я его за руку не схватил, он бы скорее всего вот эту штуку бы оторвал. Оторвал, да. Все тут, ну понятно. То есть дело было так. Я снимаю брата, его. Он правой рукой хватает. Ну вот так вот хватает. Я хватаю его вот так сразу. А он начинает вот так вот. А он выворачивает. Я его держу, чтобы он не оторвал. Делаем его вот так. То есть у него какая-то тактика крокодила. Крокодил так отворачивает. Я его делаю вот так. Я знаю эту приемную. Забираю камеру. То есть это осталось целое. Единственное, что он... И он мне вменяет, что это я ее сломал. Камеру, понимаете? Понятно. Наглец какой. Полукавый. Так, он не наглец. Он член Соприна, как мне сказали. И Соприна. Да, да. И обязательно часто причащается, исповедуется. Или имеет какую-то связь близко с этими, с миссионерскими отделами. Там самые лютые. Лютые звери, говорит. Павел, говорит, в Ефесе боролся со зверями. Это они там такие. Потому что там все деньги. И пишут, доход Соприна заключается, я не знаю, там около миллиарда. Лечь это не миллионах, миллиарды. Миллиарды, конечно. Миллиарды. И поэтому они выполняют свою миссию сдавать. Мы, когда ходили колокола, звонили на колокольню. А там стоят большие кули, мешки. Полная агарка. Агарки вот такие вот, по 20 сантиметров. Ну куда? Маленько-то, гляди. Что у тебя это? И там зеленая, синяя, там я не знаю, какого цвета, красная. То есть мерзость. И они этой мерзостью торгуют. Мы как-то крестики считали, выгода до 2000%. А Карл Марс говорит, при 100% выгоды капитал показывает оживление. А при 400% нет того преступления, на которое капитал не пойдет, даже под страхом виселицы. А здесь 5 виселиц. 2000% говорит. Я говорю, неужели так? Да, говорит, крестики они вообще ничего не стоят. Изготавливают там какой? Да, понятно. Салуэлит. Ну и все. Значит, туда не надо идти. Но что этот человек церковный, это определенно. Вот эта свирепость, ложь из него, хлещи там, сектанты. Он берет то, что его Дворкин научил. Это дворкинская свора. Я их называю кодло-патриаршая. Им не нравится это. То есть они беспризорные. Он с этим вот ходит. И они церковь превратили в вертеп. Сколько храмов есть, где торгуют, это все вертепы разбойников. Вертеп разбойников во имя Покрова Богородицы. Вертеп разбойников во имя святителя Николы. Вертеп, дом торговли. А где торгуют, я всегда говорю, что Христос к вам не пришел. Иначе бы он нас вытурил отсюда. Ну все, я благодарю, что пришли. Из первоисточника все узнали. Давай сюда. Все, вопросов нет у меня. Какие вопросы есть? Что еще не сказали? Что позаглаза теперь нигде ничего не говорить. Что рассказали, не добавлять. Вот этот человек, который хватал камеру, они же до 10 числа будут здесь. Это же можно выяснить, и с него эту энную сумму взять. Все, сказала. Так, Сергей, что милиция-то сказала? Милиция что сказала? А, милиция, значит. Ну, полиция. Вы же, говорит, православные. Что вы не договоритесь-то? Я говорю, я сразу предложил. Ой-ой-ой. Ну, я говорю, я ему сразу предложил. Вы сломали мне камеру. Оплатите, и я не буду писать заявление. Вот. Он в ответ на это говорит, ну как. Во-первых, ломали мы ее вместе. То есть, понимаете. Ну, во-вторых, я из-за вас потерял трудовой день. Вы мне сорвали рабочий день. Я могу поднять документы за прошлые годы. За день я зарабатывал 30-40 тысяч. То есть, я должен ему еще 40 тысяч выплатить за это, понимаете. Чтобы так выворачиваться, он обязательно должен причащаться. У него на все благословения есть. На всякую подлость. Поэтому, когда я сохранял камеру, чтобы он мне не оторвал этот. Он мне написал заявление, что я ему сделал больно. Ну, даже больно. Его направили на медицинскую экспертизу. Я ему говорю, если бы я ломал вам руки, я бы ее захотел бы сломать, я бы ее сломал. Я знаю, как это делается. Я обучался рукопашному бою. То есть, я ему взял вот так. Чуть бы вещи я надавил, здесь бы их сломал. Но я просто хотел, чтобы он расслабил, вытащить свою вещь, которую у меня... То, что он сейчас на мне показывает, это еще чересчур. Просто он ему пальцы вот так перекрутил и все. Не все так было. Ну, это джиу-джитсу приемы. То есть, на это я... Но он держался до победного. Хочу сказать. Сказал, что ее повесили позже. Но на камеру, если мы эту камеру сделаем, это будет видно. То есть, это лукавство всплывет. Может быть, она и висела. Ну, а говорил он с ней снимать? Говорил он не снимать. Я говорю... Ну, почему не послушали? Его не снимать. Ну, он сказал, ну, это же зачем он вам нужен? Потому что требование... Мне он не нужен. Я раздавал. А Сергий задержался. С ним побеседовать. Я уже понял, он будет беседовать сейчас. Это обыкновенно у нас. Когда кто-то начинает возмущаться, у нас начинают беседовать сразу. Это Володя так делает. И Никита. И всегда так делается. Я думал, сейчас он ему что-то... Ну, ему скажет там... Он же перед этим сказал, сектанты, не снимайте меня. Он же не просто так сказал. Он что-то сказал уже. Сама продолжали. Вот принародно били. Пусть принародно теперь извинили. Насчет продолжали, не надо только. Вот это вот, меня только впутывать не нужно сюда. Сергий с камерой. Я тут ни при чем. Я вообще вижу, что он снимает, не снимает. Я людям раздаю Евангелие. Вы перестаньте думать, что я киноактер какой-то. А что крещишь-то так? Не надо... Вы, да вы... Что вы меня-то приплюсовываете? Что крещишь-то? Он сам куда ведет, туда ведет камеру. Вот вы сейчас можете на него, можете на Надежду Васильевну. Можете на меня, можете вообще туда. Хорошо. Смотрите. Вы меня все задаете вопрос. Почему я его не послушал? Ну да. Почему я его должен слушать? Я бы послушал. Так, остановись сейчас на этом. Смотри. Мы находимся в Австрии. Мне очень понравилось, какая у них внутри обстановка. Я беру вот эту камеру, иду, все снимаю. В это время выходит служитель один, который там в столы. И мне говорит, а у нас не принято снимать. По-английски говорит. Внимательно. А они православные? Ну какие православные? А это православные. Да, ну еще... Он называет православные, запрещает снимать. Ну не перестань. Я еще раз говорю, нам запрещали, где мы были, мы везде сразу покорились. Он сказал, я поклонился, изменился, аппарат убрал, и все. В Австрии я бы тоже убрал бы и покорился, понимаете? Но когда вас за бороду хватало бесноватый, и что, вы тоже покорялись? Вы, конечно, вырывались, и что? Но одно дело... То же самое. Ну уже дело показало, что надо было отойти. Вы в этом принесите просто покаяние, хотя бы перед своей совестью. Вам сказали, просили. Ну и отошел, да и все бы стихо, мирно было. А теперь не было бы ни за руку, ни за руку выкрученную. Не надо было отвечать тебе за то, что он потерял ущерб, какой потерпел. Если бы ты отошел. А я не буду за это отвечать. Закон на маестре, закон на российском. Ты уже отвечаешь, ты уже деньги отсчитываешь. Ты уже отвечаешь. Да потому что вы его поставили перед этим фактом-то. А что я должен делать? Не знаю, простить по-христиански. 50 на 50, Игнат Тихонович. Вы сами знаете. Смотри. Пробовать, что такое. Когда говорится, фильм смотрели? Понятие простить. Смотрели? Не Иремия это. И царь ему говорит, я никогда никому не был раб. А по Иеремии подошел к нему, ты уже раб. Ты уже раб. Раб чужого мнения. Не можешь отступиться от этого. Политика или что там у вас должна быть очень внимательная. Говорят гибкая. Да, я хотел. Сказали, слово не говоря, отвернулся и пошел. Я бы так сделал. 100%. Я бы так сделал. Вы не дома были. К нам приехал уголовный розыск. Они стоят напротив моего дома. И со мной хотят поговорить. Я в это время, Володя снимает. А что вы снимаете? Я говорю, моя территория, я и снимаю. Начальник уголовного розыска. А куда это? Да это мое дело. И он прямо говорит на это. А дальше приехала полиция, когда надо разбираться. А вы нас не снимаете. Мы при работе. Я сразу закрыл. Больше не надо. Хорошо. То есть надо обстановку смотреть. Насчет видеосъемки. Обстановку. Он мне не интересен был этот человек. Он как начал кричать сектанты. Я думаю, у меня еще 40 штук есть. Так, подожди, кто-то один говорите. Говори. Я говорю, когда он кричать начал сектанты, я сразу понял, что... Да как я понял? Я вообще там не останавливался. Я пошел дальше и все. Вижу, Сергий уже раз и на него направил сразу. Как он прокричал, а Сергий снимает это. Он как начал кричать, раз на него направил. Я думаю, ну сейчас начнется беседа. Думаю, ладно, все понятно. И тут люди подходят уже. Я-то дал некоторым. Они стоят, смотрят. А другие подходят и на меня. А что это такое у вас, я говорю? Это Евангелие от Иоанна. Вот, Христос Воскресе. Я, во-первых, иду. Христос Воскресе. Все воистину Воскресе разбирают, как пирожки жареные. Я достаю только пакет раз-раз, уже все. И пока... Там... Пока вот он... 15 секунд прошло. Вот всего 15 секунд. Я поворачиваюсь, смотрю, там борьба уже идет. А там шум же, гам. Ничего не слышно. Я так приноровился, хотел схватить его за руку и придержать, чтобы Сергей вот эту вытащил. Я вижу, он вот так схватил ее и все, давит уже. Сейчас разомнет. Я думаю, ну вот это доигрались на балалайках русские люди. Я этому кричу. Ты что делаешь там, парень? Кто ожидал-то, что такое будет? А потом я его спрашиваю. Кто ожидал? То есть вы не ожидали. Никакие вы не стратегии. Ты говорю, что православный что ли? Он, он, я православный. Я говорю, я православный. Вот он православный с бородами. Идем, гляди, вот поиски. Вот Евангелие раздаем. Вот видишь, говорю, с крестом. А ты, говорю, как бритый, во-первых. А во-вторых, как одетый. Ну да, он стоит иконы продает. Вот, серьезно. Ты знаешь как? У меня брат пьяница. И его кто-то обозвал сектантом, вкорченый. И он обиделся. И тогда напился, и прямо перед сельсоветом упал и валяется. Я говорю, зачем ты так сделал-то? Ну теперь-то все знают, что я не сектант. Сектанты, говорит, не пьют. А теперь увидели, что я валяюсь, замерзаю. Меня, говорит, сельсовет затащили. Ну я не ваш брат, слава богу. Я по-другому сказал. Ну ладно, что там говорить? Все так все. Ну, ребята, вас просили выйти. Вас бы не уменьшилось ваше... Никто вас ничего не просил. Игнатий Ильич, перестаньте от себя придумывать все. Так, подожди. Хватит придумывать. Что крещишь-то? На меня драться будешь, что ли? Что вы придумаете с батюшкой вечно на меня? Обожди. И на жену мою? Кто тебя не трогает, с тебя останется. Вот придумщики, а. Скажи, Сергей говорил. Тебя просили выйти на Христо и говори. Говорил? Святые... Почему он говорит не говорил? Когда Сергей говорит... Стоп, подождите, хватит тарахтеть уже. Кто тарахтет? Вы последовательно... Ты еще хамишь. Вы считаете, что жизнь последовательная или человек сначала старый, а потом стал молодой? Он сказал ему выйти, выйти. Надо было выйти. Когда это было уже? Что за тарахтеть? А что за слова-то пускаешь? Маленько-то... Как говорят, не надо это говорить. Когда это было? Вот он говорит, стоит. Но это было уже, когда все свершилось. Когда все свершилось. Когда все свершилось. Они сначала требовали. Подожди, подожди. Как сначала, Сережа? Ты видишь, что тут творится? Ты не умеешь. По секундам надо разговаривать. Вот прям по секундам. Но Сергей говорит, что просили его. Сережа, все уже попали. Как вот мы встретили этого Ваню, и вот отсюда надо начинать. Что вообще им все непонятно было. Я вообще думал, что ярмарки никакой нету. Я говорю, я не понял, а где ярмарка-то эта? Потом увидели, что там ступеньками все перекрыто. Начали туда. Пока туда зашли, у нас тут монахини сколько разобрали. У меня осталось 40 штук всего, прежде чем я попал туда. Потом спустились вниз. Пока ты тут все обозрел, это обснял. Мы даже не успели, понимаете, на ярмарке этим заниматься. Мы вообще там ни с кем не разговаривали. Если на то пошли уже. Под крышей делали, все это было-то, случилось. Что все? А, ну все это случилось под крышей. Ну и что дальше теперь? Ничего надо было выйти на улицу, и было ничего бы не было. Вообще ничего, никто к нам не подходил, не разговаривал. Пока это... Дьякона. Дьякона вообще не было, никого не было. Никого не было. Были люди, которые брали Евангелие. Я остановился перед входом. Вот там, где у них видео не снимайте, мы стояли, там бы сразу понятно было, она зеленого цвета, желто-зеленого. Ничего там не было. Мы спокойно стояли около первого киоска. Я посмотрел, думаю, а, смотрю, с этой стороны литературой торгуют. Я тогда подумал, вот все. И я прям подошел к людям там и говорю, вот Евангелие бесплатно, пожалуйста, Христос воскресе, воистину воскресе. Начал раздавать, и тут люди, а что, что. И я, это был второй киоск всего, а их там киосков, ну штук 80, наверное. Да больше. А мы только ко второму подошли, и он как заорал, о, сектанты, не снимайте меня, сектанты, сектанты, начал орать. Я остановился около этого киоска, Сергей только поднял камеру, и тут 15 секунд, все. И тут началось, сектанты, пошли вон отсюда, и все. А что, пошли вон отсюда. То есть у вас предведения событий, как будут развиваться, не было никакого. А у вас прям было. Все, я закончил. Ну что, ты нервничаешь? Все, нет, я пошел уже, я не могу. Ну что, нормально что ли это? Да, конечно, нормально. Вы будете нас слушать или нет? Предведения. Вы зачем занимаетесь пророчествами, когда уже все случилось? Я не могу понять. Зачем вы это делаете? Ну вот они вас увидели, какие вы и есть православные. Игнатий Тихонович, у вас было предведение, что вас будут захватывать КГБшники? Каждый день ходил, в руках у меня с собой сумочка была с сухарями и с одеждой. А хотите, я скажу почему? Почему? Потому что вы не просто подготовились к этому, вы архипелаг ГУЛАГ прочитали. И вы знали, кто это такие. Да. Да. А мы, а нас батюшка усыпляет тем, что молится за патриарха, постоянно говорит о московской патриархии. У нас ребята учатся в семинарии. А Игорь Третьяков уже московско-патриархийный, у него все хорошо там. И вот если это все хорошо, тогда покажите, почему это делается там у них. Они, зачем они обращают на нас внимание, что мы такого сделали, если мы раздали Евангелие? Мы кого-то обидели. Ну а как ты будешь доказывать? Люди наоборот благодарят, спаси Христос вас. Это, ой, какие хорошие, прям в карман. Все благодарят. И вдруг один соскочил, я что должен, о чем я должен думать? А Господь говорит, когда хотели свернуть его с гор, он прошел среди них и ушел, ничего не доказывал. У нас нет, у нас такого чудотворства нету. Извините, нету такого чудотворства. У нас вот есть Евангелие от Иоанна какое-то. Нет, это не чудотворство речь идет. А обстановка такая была, и Христос прошел и тихо ушел. Один раз тихо, а другой раз взял бич и хлистал. Только в храме. В храме. А какая разница, там иконы и торговые. Ну, обожди, обожди, не надо. Ну, вы уже договорились, что выставка и храм никакой разницы нет. Ну, что это в самом деле-то? Речь идет о Доме Божьем, Дом Мой. Дух, понимаете, Дух торговли. Он что там, что там в храме, понимаете. Тебя уже наказали, ВКонтакте тебя наказали? ВКонтакте, ВКонтакте наказали тебя? Наказали. Ну, а что тебя еще ждешь? Второй раз наказали. Ну, и блаженный вы, когда гонят вас. Да за что гонят-то, помнишь, как один мужик-то... Не сравнивайте, я не так делал. Я снимал и тебе нечет. Ты готов, говоришь, помнишь? А его звезданули, он упал. Да, я его смерть упал. За Христа пострадал. Никто там никого... Во-первых, вы говорите, как вы кротко-некротко разговариваете. Вообще никто... Мы поедем, я Христос воскресе. Я там раз сто Христос воскресе сказал. И раздал там не знаю сколько Ивангелия. Да все почти раздал. Я вам пачечку вот такую отдал только. Маленькую. Вы поставите вопрос. Самый первый вопрос, стоит ли отвечать. Вот шейх едет на коне. Один подходит к нему из мусульмана, задает вопрос. Он говорит, не знаю. Как вы не знаете такой вопрос? Он говорит, я не знаю, отвечать или не отвечать. Видите? Я вам кистра звонил. Он говорит, вы сидите на коне. Сколько у коня ног? Он говорит, сейчас узнаю, слез и давай считать. Он говорит, так вы не знали. Но я подумал, что раз вы спрашиваете, не знаете, я учу вас, как считать. Раз, два, три, четыре. Четыре, говорит, ноги. А вы так воспламеняетесь, как будто бы вас... Да как будто вот он воспламеняетесь, такое впечатление, что вы нас предаете. Понимаете? То есть вы... А мы не благословляем, а мы ничего. Раз, деньги, раз, раз, и все. Ну что значит предаете? Нет, это не... Я даже еще не так чувствую. Я чувствую, что под нас какая-то подкопка идет. Я вообще не понимаю. Это вам что, заняться что ли, братья, нечем? Я не могу понять. Духовные наши наставники, отцы, вам что, заняться больше нечем? Да отпустите нас на покаяние, да и все. Вам отдали за камеру. И будьте довольны, как говорится, и все. Не хотите, чтобы мы благовествовали? Да исполоть вам добрые молодцы. Будем ходить где захочем. Все, наши камеры. Приглашают еще, знаешь, где в тюрьме, там где... В тюрьме. В тюрьме еще, давайте, еще в военской части начните. Подожди. Вы-то бабушка, вам хорошо. Вы бабушка, вам хорошо. А у нас самому молодому досталось. Хорошо меня еще не спотыкнули. Я еле на ногах хожу. Ребята, вы учитесь сегодня готовиться. Со мной в камере сидит не кто-то, преподаватель, второй группы космонавтов, Лозин Анатолий Максимович. Ему что-то сказали, суда шли, там нулевка. И он что сказал, я не знаю. И там на параше, там, наверное, в полпальца толщиной крышка. Мгновенно крышка этого оказалась у него в голове. Ему и два черепа не снесли. Все, кончилось. Там разговаривать-то эти не будут. Там по-нашему не будет. Надо заранее приготовиться. Сказали не так. Повернулся, ушел тихо, смирно. Это вы поминали. Какие кроткие православные. Они, скажут, как из дурдома сбежали. Готовы драться. Что он схватил тебя, вы допустили до этого. Надо было смотреть. Он стоял напротив тебя. Даже через стол смог. Он видит, вы не покорили вы это. Я с их стороны уже рассматриваю. Вам надо кротко было выйти. То есть погасить это можно было несколько раз. Мы упускали возможность за возможностью. Бог давал это вам. Зачем гасить беззаконие? Он беззаконные требования не предъявляет. Я ему отвечаю. Вы требования ваши беззаконы. Запрещание видеосъемки беззаконно. Когда они нас, помните, пригласили, сватались в Московской Патриархи. Сережа. И говорили, подожди, да, я скажу. Да, место писания есть на тебя. Что там говорить? Не давай повода, ищущим повода. Он искал этого повода. С самого начала, когда начал кричать сектант. Нет, повод-то дали вы, а не они. У нас этого не было. Вы там фактически-то дали повод. И что вы хотите сказать, что это очень-очень до такой степени нехорошо, что мы каяться что-то должны, я не пойму. Вы наоборот говорите. То вы говорите, надо немножко встрепыхнуть как-то иной раз. А тут вообще даже мы и не думали. Вы говорите там, стратеги, не стратеги. Да мы супер-стратеги, чуть не Жуковы. Себя отдали практически. Если бы еще немножко, и не был бы там митрополит Сергий, его бы навернули по башке, ну а меня бы-то точно от ступеньки долбанули. Я-то тяжелый. Они бы не вынесли меня. Так, ребята. Ничего не понимаю. Значит, ну, вывод, смотрите. Вывод надо сделать такой. Нас обвиняют в том, что нам сломали камеру. Да я вообще это не понимаю. Ну, сломали, сломали чуть-чуть. Деньги заплатил. Все. Я рассчитался. Все, с миром. Все, с миром. С миром Божьим. Мы не сопротивлялись. По чужую крышу не ходите. Деньги отдал, Сережа. По чужую крышу не сломали деньги. Это за деньги так и не сильно лютовали. Вывод такой. Вывод такой. Если человек сказал, не снимайте меня, не надо дальше идти на конфронтацию. Ну, не снимайте, не снимайте. Что он? Всего лица в воду, что ли, пить? Я так и делаю. Он не захотел нас слушать. Все. Но не надо было ему вопросы задавать. Я знаю, ты всегда останавливаешься, начинаешь вопросы задавать. Я тебя поэтому в этот раз... У меня было желание сказать, Сережа, проходи. Но это я тебе уже потом, когда ты уже начал с этой женщиной, я уже тебя... Все, Сережа, пошли. Ты уже с этой женщиной завязался. Да кто она такая, кто ее знает, откуда она взялась? Как черт из табакетки, прости господи. Ты мне не дал договорить. Помните, когда нас свацали в Московскую Патриархию и вы сказали, что все будет сниматься на камеру? Да. А потом приехали... Все? Еще скандал был? Не было скандала. Не было, я вышел тихо, спокойно спросил. И я вышел, и он вышел. А остальные остались. А остальные остались? Прошел раскол, понимаете? Надо определиться, снимать или не снимать. Володя, Сережа. Это не нужно по воду. Если ты не запрещает меня снимать, не нужно это делать. Нужно продолжать снимать. Какой ты после этого репортер? Враг стреляет в кого-то, не снимай. А он репортер. Вот тут мы разошлись с ним во мнениях. Я другого мнения. Сережа. Вот когда он сказал, сектанты, не снимайте меня, вот я даже с ним уже тогда не разговаривал. Я думаю, ну сейчас Сережа точно завяжется, точно завязался. Надо снимать это нечесть. Жаль, что меня в этот момент люди отвлекли, они Евангелие просили. Я отвлекался. С таким характером, что на своем, на стоять чужом доме... Нет, не надо. Не надо. Делать ни в коем случае было. Дом мой. Сережа. Сережа, в следующий раз ты должен дать слово, что в следующий раз, когда тебе кто-то требовать там с тебя будет, или даже там нож тебе покажет, ты просто до того, как тебе показали все это, отвернись от него спокойно, покажи настоящий православный характер. И снимай меня. Я Евангелие раздаю. Смотри, я маленький пример скажу. Я его уже заснял. Молодой дворянин, как помещик, разговаривал с Тихоном Задонским, епископом. Ну и доказать не мог, и шлепнул его. Епископ сразу же встал на колени и говорит, прости меня, это я ввел тебе соблазн, ты так разгорелся-то. А тот сразу упал перед ним, и давай просить прощения. И это вошло в историю. То есть у вас выходов было много людей привлечь, а не настоять на своем. Да, да, да. Людей мы привлекли. И концовка, что метрополист, Сергий сказал, не трогайте этих людей. То есть все нормально. Но когда вот мне жена попросила, не снимай меня, я кротко увернулся. В другом случае, ну тут когда... Так, да, когда уже все догорело, уже валится. Но тут когда меня оскорбляют, понимаете, я снимаю административное правонарушение. Я имею на это право. Ты еще докажешь-то. И на чем у меня будет доказательств. Сережа, я смотрю в интернете, и бывает некоторый, милиционер подходит, вот я вчера смотрел ролик, и милиционер, и это... Я тоже этих роликов насмотрел там двое. Когда полицейская, он в полицейскую пришел с камерой, полицейская ему запрещает снимать. На каком основании вы мне запрещаете? Кстати, это... И он написал жалобу. Но это не про это я говорю. Полиция останавливает и требует документы. У нас требовали дороги не меньше ста раз. И мы ни разу не отказались, документы подали, нас везде отпускали. А почему я должен показывать? Ну я говорю, при должности. На каком основании? Дальше вызывают подмогу, руки скрутили, теперь будут отвечать по-другому. Сережа, кстати, у тебя не было документов, тебе надо было паспорт с собой носить. И что? Не было, и что? Хорошо, что у него компьютер. У них компьютер. Они говорят, да ничего, пробьем. Они раз его тут же пробили. Я знаю закон. Я гражданин Российской Федерации, я не обязан приносить себе... Сережа? Не обязан. Ну они тебя научат это. Не обязан. Ну ты шагни на ту сторону, где они. Зачем тебе завязывать это? Я говорю, нас сколько раз останавливали? Несправедливо. Мы сразу документы, все показали, ходатайство о нас. Они нас отпускают. Володя бы никогда не стал останавливаться. Спокойно бы просто дальше брата снимал. Брат стоит рядом, снимается. Ну снимай ты меня. Сережа? Посмотрел иконы и дальше. Я сейчас скажу. Когда мы ехали дорогой, у вас что-то возникало. Ты там, Игорь Третьяков. Я говорю, вот на вашем месте Михаил Михаилович Кальмаев был бы. Он поступил бы так, как вы? Вы говорите, нет. Ну вот и все. Живой пример. Так он старше вас. Мне больше всего жаль, что я за угол не зашел. Я хотел дальше посмотреть, что там еще есть. Я думаю, сейчас раздам и пройду, посмотрю, что тут есть. Думаю, хотел митрополита посмотреть я еще. Вот в чем дело. Потому что сказали, митрополит. А он там был в этом, что ли? Но. Он лекцию как раз там... Ай. Я думаю, сейчас за угол зайду, и до угла мне остался полтора метра. Это то же самое, как до границы с Германией, когда Сталин уже с войска подвел. И ему полтора метра осталось. И мне так же, думаю, у меня тут Евангелия-то уже мало. Думаю, сейчас раз-раз, и все, и деду. Думаю, ну вот началось все. И как пошло дело. И камера, главное, разбитая. Думаю, ну теперь без полиции не обойдется. И точно так и есть. А полиция это все, это убийство времени. Они сидят, позевывают. Все им хорошо, нормально у них полицейских. Но они видят, никого не убили. Ну конечно. За чего дело-то? Это, уже шпалочка, сапянка корячится. По видеосъемке нужно определиться. Сколько раз Володю ставили между журналами? Вы говорите, снимайте, батюшка говорит, не снимайте. Вы договоритесь. Ну что ты свел к батюшке где-то? За это и самое... Да что с тобой? Сереж, ты еще бог с тобой. Ты что? Закрой глаза, чтобы глаза не вывались. Батюшка говорил, Володе не снимайте. Ну говорил, ну и что? А вы говорили, снимайте. Зачем вы его... Я в чем говорю? О божественном, у себя в храме. Чтобы люди увидели, в конце концов, какой порядок бывает в храме? Что сравнивать? Вы хотите показать порядок, а я хочу показать беспорядок. Я имею это на этом право. Ну вот этот, беспорядок, он бес и попутал. Кого попутал? Его попутал-то, меня-то, чего он путал-то? А вы меня... Ну ладно, ладно. Не-не, Сережа, 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 бес тебе под руку четко подлез. Однозначно. Вот в тот момент, когда ты провел камеру, и он начал орать на тебя, я-то видел, что ты уже все снял, и он начал орать вот сюда, вот этот бес тебя прям в руку толкнул отсюда. Зачем он тебе нужен? Он говорит, правильно, брат Игорь? Я-то раздаю Евангелие, ты меня-то снимай, дорогой брат-то, я же твой любимый брат. Я вот Евангелие раздаю, а ты раз и с ним, я думаю, ну точно сейчас, Сережа, я начну покажу. Камеру берем, для того, чтобы показать, где Евангелие раздаете. Евангелие, а не как вы деретесь. Тебя сколько раз сектантов назвали? Ну, я не знаю, сколько. И, во-первых, этот человек, он неинтересный. Его видно, что он неинтересный. Вот ты же с ним беседовал, он никакой вообще. Ничего библейского не сказал. а вот интересен был бы Рольф, когда медополицей, и когда они уже были такие, а вот это вот, почему это никто не снял? Вот снять бы, Вот, да. Мои-то кадрики не сняли. Вы бы до него не дошли уже, потому что ничего бы не было, сказать нечего, и все. А тут, когда все свершилось, тут вот интересно. Ну, конечно, мы поехали сейчас туда, и... Так, конечно, все еще, Те, Сережа, вы остались целые. Жена моя вернулась домой. Вас не побили. Ну, благодари Бога. Сейчас будем благодарить. Давай, погоди. Давайте, благодарим. А я все и вам дали тоже. Ну, и слава Богу. Вывод сделать. Ивангелие 150 раздали. Ну, слава Богу. Аллилуйя. Мы могли бы полторы тысячи раздать, если бы меньше. Боже, милости будни и грешного. Создавь имя Господи, помилуй меня. Бесчиславец огрешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй. Аминь. Благодарим Тебя за близость Твою к нам, Господи. Ты научаешь, обличаешь, сохраняешь. Слава Тебе. Благослови этого человека, который попортил то, что ему не принадлежит. Не вмини ему этого грех. И благослови обратный путь. И чтобы он искал святости в Тебе. Прости мои согрешения. Помилуй, Господи. И научи быть мудрым в том, что Ты допускаешь до нас, как поступить. Чтобы далее мы не поступали неразумно. И распусти нас с миром. Мы все дети Твои. Ты единый, истинный Бог. Кроме Тебя мы иного не знаем. Прости, что мы не показали пример скромности, смирения. И чтобы эти Евангелия принесли пользу. Новые люди нашли Тебя и перемирились с Тобою. Да будет благословенно это место, где мы собрались. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Да благословит Господь нас. А что ты ему там сказал?